Это ноябрьская 24. Здравствуйте! Сейчас о главных событиях этого дня. В чем не помеха? Кочевые народы теперь смогут усыновлять детей. Поможет ли новый закон обрести маленьким кочевникам семьи? Где взять денег? В администрации. Предпринимателям предлагают принять участие в грантовых конкурсах муниципалитета. Призовой фонд около 3 миллионов рублей. И три золота, три серебра. Мотокроссмены «Газпромнефти» собрали урожай наград на соревнованиях в Сургуте. Ямал снова на первых позициях в рейтингах. Международное агентство «Фич Рейтингс» оценило наш округ как регион с позитивным прогнозом. Это значит, что на Ямале высокий уровень кредитоспособности, сильные экономические и бюджетные показатели. Такие факторы говорят о том, что наш округ привлекателен для инвесторов. В Салихарде обсудят, как развивать арктический туризм. 8 и 9 ноября там пройдет первый съезд представителей туристской индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа. Участников более 150 человек. Это представители гостиничного и рестораново-бизнеса, владельцы транспортных компаний, сувенирных мастерских и руководители турфирм. На съезде запланировано выступление бизнес-тренеров и специальных гостей, среди которых исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Главная задача – обсудить потенциал и способы развития туризма в арктическом регионе. Итогом съезда станет составление карты будущей туристской деятельности ЯНАУ. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий кочевым народам Севера усыновлять детей. Ранее это было невозможно, потому что чум не считался подходящим для их проживания жильем. Теперь это не преграда. А в ноябрьском детском доме семья воспитывается 13 детей-сирот, относящихся к малочисленным народам Севера. Поможет ли новый закон попасть маленьким кочевникам в семьи, узнавала Оксана Зычкова. Маленький Артем по национальности Селькуб – это самый малочисленный народ Севера России. Мальчику всего 8 лет, из них 2 года он живет в детском доме семья. Воспитатели говорят, ребенок общительный и очень активный. Как и все дети, он любит играть. Особенно ему нравится что-то мастерить и проводить время на свежем воздухе. Особо за знаниями, то есть в интеллектуальном плане, они не тянутся. Им больше вот нужно связь с природой, быт. Вот их, чтобы быт, они не потеряли вот эту связующую ниточку. Поэтому мы вот у себя в детском доме стараемся как бы ближе их, чтобы они не забывали свою культуру и традиции. Как бы со всех служб, которые у нас есть, стараемся как бы работать на этих детей. В ноябрь с Артем приехал вместе со своим старшим братом из Красной Селькупа. В 2015 году там расформировали детский дом и всех детей перевели в наш город. Сейчас здесь воспитывается 13 детей, которые относятся к малочисленным народам. Педагоги признают, процесс адаптации был непростым не только для детей, но и самих сотрудников. Потому что в первую очередь нам надо было как-то изучить поподробнее их особенности. Они есть. Очень сложно был процесс адаптации именно в школе, в школьной жизни. Потому что учиться с нашими требованиями нашей школы, вот ноябрьских школ, им было очень тяжело свыкнуться. И поэтому больше всего проблем было именно в обучении. Сейчас мы немножечко как-то и дети более-менее адаптировались. А чтобы дети не забывали о своих традициях, в учреждении был создан интерактивный кабинет «Моя Родина Север». Силами сотрудников здесь попытались создать колорит северной культуры и быта. Установили чуму, смастерили олени, организовали уголок с тематической литературой и творческими поделками. Для детей тут еженедельно проводят занятия. Стараемся каждый раз что-то придумывать интересное. Что им интересно, что им будет интересно выполнять. Почему? Потому что очень много сейчас есть видов и техники, декоративно-прикладного искусства и все. Но стараемся, чтобы это было им интересно и естественно, чтобы это было взаимосвязано. Несмотря на все созданные условия, каждый из детей мечтает о родителях. Найти замещающие семьи для них пока не удалось. Принятый Госдумой закон, разрешающий кочевым народам Севера устанавливать детей, может стать реальным выходом из этой ситуации. Мы уже связываемся с Пуровским отделом опеки. Они там работают с людьми, которые проживают в тундре. И, возможно, для наших детей найдутся замещающие семьи. У нас на самом деле кочевой образ жизни родственники. Есть только у вот этой семьи, у которой у нас четверо детей у них. И еще у одного мальчика есть родственники, которые ведут кочевой образ жизни, которые, возможно, готовы были бы взять. С ними просто надо поработать. А главное, что самим детям комфортнее жить в знакомых, понятных условиях. Многие из них готовы хоть сегодня вернуться в родную стихию. Оксана Зычукова, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Уделять больше внимания поддержке семей, которые усыновили воспитанников детских домов, призвал президент страны Владимир Путин. В последние годы увеличилось количество детей, которых забирают в семьи. Если в 2012 году новых родителей ожидали 119 тысяч человек, то сейчас в очереди на усыновление стоят только 51 тысяча детей. Такая положительная тенденция связана с изменениями в законодательстве, благодаря которым был усовершенствован механизм поддержки усыновителей и опекунов. В частности, в 2013 году президент подписал закон, которым была упрощена процедура усыновления и взятия под опеку. А также существенно увеличены пособия в этой сфере. В ноябрьске 65 аварий снесут не раньше, чем в следующем году. Дело в том, что фирма, которая выиграла последний контракт на снос ветхих строений, переоценила свои возможности. Это стало известно после того, как представители подрядчика осмотрели объекты и пришли к выводу, что не справятся с таким объемом работ. Таким образом, 65 аварийных строений перенесли в план сноса на следующий финансовый год. Всего в 2017 году муниципалитет планировал сравнять землей 249 расселенных аварийных домов. На эти цели было предусмотрено 35 миллионов рублей. Электронные госуслуги набирают популярность. Жители Ноябрьска стали чаще регистрировать права на недвижимость в режиме онлайн. Если в прошлом году документы таким образом на сайте Росреестра направили 8 человек, то за этот неполный 2017 почти 600. Сегодня электронная регистрация – самый удобный и быстрый способ оформить право на недвижимость. Благодаря услуге стать полноправным обладателем квартиры можно всего за 5 дней, в то время как регистрация прав собственности через МФЦ занимает более недели. К тому же на сайте Росреестра можно оформить сделку и в том случае, если ее участники находятся в разных регионах. Еще одно преимущество электронной услуги – возможность сэкономить. Когда человек подает документы электронно, то он получает скидку на госпошлину в размере 30%. То есть, если он подает документы через многофункциональный центр, то госпошлина составляет 2000 рублей. Если он подает в электронном виде, то госпошлина составляет 1400 рублей. Предприниматели Ноябрьска приглашают принять участие в конкурсах по грантовой поддержке. Заявки начнут принимать с 1 ноября, а общая сумма финансовой помощи составит более 3 миллионов рублей. Так, бизнесменам готовы возместить часть затрат, связанных с уплатой по кредитам, выделить средства на создание и развитие сельскохозяйственного дела, а также на приобретение сырья и оборудования для производства. Причем две последние меры поддержки были введены, потому что об этом просили сами бизнесмены. В Ноябрьске их реализуют только с этого года. Всего в городе существует 6 основных направлений финансовой поддержки. Традиционно в этом году уже был разыгран грант на создание собственного дела. Сегодня было предусмотрено 500 тысяч. У нас есть предприниматель, который был признан победителем конкурсной комиссии. Также у нас было мероприятие по предоставлению субсидий по уплате по договору лизинга. Также у нас был определенный победитель в итоге участия конкурса, который получил поддержку. Остальные мероприятия мы до сегодня разыгрываем. В эту пятницу вся страна уже во второй раз напишет этнографический диктант. Ноябрьцы будут сдавать тест сразу на двух площадках – в интеллект-центре и музейном ресурсном центре. Регистрация начнется в 11.30. Стать участником акции может любой желающий вне зависимости от национальности и уровня образования. В течение часа им необходимо будет ответить на 30 вопросов. Часть из них федеральные, а часть – региональные. Они касаются культуры, традиций и быта народности, проживающих на территории России. За каждый правильный ответ будут начисляться баллы. Максимально возможная цифра – 100. Кстати, в прошлом году средний результат по округу составил 54 балла. Итоги нынешнего диктанта подведут в день Конституции 12 декабря. Все желающие, кто не сможет посетить площадки в этот день, смогут пройти диктант в онлайн-режиме на сайте Большого этнографического диктанта. Для того, чтобы пройти тест онлайн, достаточно просто зайти, зарегистрироваться и сразу пройти будет тест. Три золота и три серебра с такими наградами вернулись мотокроссмены клуба «Газпромнефть» с прошедших в Сургуте соревнований. Достойные результаты наших мотокроссменов – заслуга ребят, тренеров и спонсора. Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» у ребят есть надежная техника, современная экипировка и возможность принимать чемпионаты дома в Ноябрьске, а также регулярно выезжать на соревнования различного уровня. Спортивное мероприятие в Сургуте собрало более ста участников из городов Тюменской области, Хантамансийского автономного округа и Ямала. В Ноябрьске представляли 14 гонщиков, которые выступали в семи классах мотоциклов с объемом двигателей от 50 до 1000 кубических сантиметров. Участники признаются, победа далась им непросто. Занял первое место, эмоций куча было, было много ошибок, особенно в первом заезде допустил падение со старта. Пришлось добираться до высших позиций с последнего места, а во втором заезде все сложилось гораздо лучше. Со старта уехал первый, взял темп и все, так и доехал. Трасса была подготовлена хорошо к соревнованиям. У нас просто немножко погода подвела, гололед начался, снегопад, руки мерзли. Но ничего, старались, проехали неплохо. В Ноябрьске проходят необычные уроки на занятиях. В качестве наставников выступают психологи, а в роли учеников родители с детьми. Бесплатный курс так и называется «Вместе с мамой». Проект, который разработали сотрудники Центра доверия, стал победителем конкурса социальных инвестиций родной города компании «Газпромнефть». Чему учат мам и малыши, расскажем в следующем материале. За это время Тимофей и Савелий разучили пальчиковые игры. Это их домашнее задание. На своих первых жизнеуроках дети учатся, играя. Малыши познают окружающий мир, трогая его руками. Поэтому на этих занятиях большое внимание уделяется упражнениям, благодаря которым развиваются навыки мелкой и крупной моторики. Здесь дети понемногу начинают приобщаться к искусству, рисуют, лепят и мастерят. Когда у нас было на прошлом занятии, мы рисовали. Вот он единственный, кто дольше всех сидел. И может быть, то, что он старше всех, может, поэтому. Ну, мы дома еще рисуем пальчиками, пальчиками, красками. А здесь мы рисовали кисточкой. Ну, вот его это заинтересовало. Эти занятия помогают разглядеть в ребенке таланты, да и в целом лучше понять своего малыша. Ведь главная цель проекта – научить мам находить с детьми общий язык. Задача опытных психологов – подсказать, как правильно это сделать. Когда видим, что что-то где-то не получается у мам, и надо помочь ребенку, мы можем всегда подойти, показать, подсказать, помочь, направить. Единственное, иногда она неправильно выстраивает с ним взаимодействие. Бывают родители, которые позволяют ребенку все. А этого делать нельзя, потому что рамки должны быть у ребенка, чтобы он знал, куда можно заходить. Ну, вот в этом плане выстроить вот эти рамки и границы определенные для ребенка, мы можем помочь. Специалисты помогают выстраивать границы в отношениях в течение трех месяцев. Именно столько по времени длится курс. Для детей этот проект еще и шаг на пути к социализации. Здесь они учатся контактировать со сверстниками. Впрочем, общение находят не только маленькие участники курса. Я нахожусь в декрете, и мне, как маме, любой, наверное, не хватает какого-то общения. Просто поговорить, а как твой ребенок, а как мой ребенок, да, сравнивать детей не имеет смысла в любом возрасте. Но очень интересно послушать, а что другие дети в этом возрасте могут. Ну, это очень интересно, на самом деле, и отвлекает от повседневной бытовой такой картины. Идею организовать такую семейную площадку поддержали нефтяники. Проект вместе с мамой стал победителем грантового конкурса компании «Газпромнефть. Родные города». На выделенные средства удалось создать уникальное игровое пространство, в котором дети и родители получают радость совместного общения. До сих пор от желающих посещать эти курсы нет отбоя. Весь этот год эта программа реализуется и пользуется огромной популярностью. У нас даже мамочки стоят в очереди, обычно заранее записываются, потому что, ну, достаточно большой охват тех, кто хочет ходить. Как правило, сюда все-таки ходят замотивированные мамы. То есть мамы, которые хотят научиться и хотят хорошо взаимодействовать со своим ребенком. Такую жизненную школу уже прошли около ста человек. Однако в центре доверия на этом не планируют останавливаться. Набор в группы, где дети познают мир вместе с мамой, в будущем продолжится. Юлия Морева, Александр Паханов, ноябрь с 24. Эфир телеканала продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь.